привет youtube так как эта неделя началась с видео посвященному сниферам а именно чарльзу мы учились его настраивать и устанавливать то сегодня я хотел бы обратить ваше внимание как можно подобные функции использовать уже внутри нашего постмана однако с некоторыми ограничениями но все же позволяющими нам упростить немножко работу по составлению наших тестовых кейсов внутри этого инструмента поэтому давайте не будем откладывать долгий ящик и начнем для начала нам необходимо перейти на официальный сайт постмана вы его же все прекрасно знаете по традиции я оставлю все ссылки в описании к этому видео чтобы вы могли без проблем их найти и нам необходимо будет перейти в наш любимый обучающий центр и непосредственно обратиться к документации как мы с вами помним у постмана хорошие понятная документация которая позволяет нам достаточно быстро сообразить как работать в этом инструменте иногда даже просто не читай что написано внутри этой доки просто смотря на картинки нас будет интересовать блок посвященной отправке запросов и здесь будет такая информация по захвату данных с наших запросов мы открываем данный блок и выбираем захват речи теперь и квестов и вот наше первое ограничение которое в принципе и основное для данного инструмента мы можем захватывать только и теперь запросы то есть зашифрованные запросы так как мы это можем делать внутри инструмента чарльз либо фидлер в инструменте постман мы делать не можем как настроить это можно конечно изучить все что здесь написано в принципе советуем это сделать по картинкам будет понятно как нам это настроить но я покажу вам на примере как это можно сделать чтобы вы наглядно увидели как осуществить эту настройку сначала нам необходимо открыть наш постман у нас открыт и здесь есть такая кнопка как захват наших запросов и cookies с помощью постмана и нам необходимо то есть вас по умолчанию это будет отключено выбрать toggle on и как сами видим прокси сервер у нас уже подключен если вы подзабыли что это то вы можете перейти к моему видео посвященному сниферам самому первому единственному пока на данный момент и узнать что такое прокси сервер как мы с вами видим здесь сразу указан на спорт и в отличие от инструмента чарльз нам необходимо еще осуществить настройку на нашем компьютере чтобы непосредственно запросы обращались к этому порту как это делается мы заходим в наш браузер в настройки и здесь пишем прокси можно это конечно делать даже не через браузер потому что сейчас на современных компьютера внутри браузера сразу можно перейти к настройкам нашем компьютере то есть мы можем в принципе если здесь напишем тоже прокси то здесь у нас появятся параметры прокси сервера мы в них зайдем и тоже можем их изменить здесь нам необходимо найти настройки прокси сервера вручную и тоже включить этот тоггл по умолчанию вас будут пустые эти два филдика два поля здесь вы пишите адрес localhost и порт опять же четыре пятерки сохраняйте и теперь когда мы будем обращаться к ресурсам к веб-приложениям с использованием htp протокола то вся эта информация будет автоматически показываться в хистерии внутри нашего постмана давайте проверим то есть всем нам известный ресурс юзер сбок ред дату с которым мы с вами познакомились на втором занятии посвященному тестированию веб-сервисов если вы подзабыли что это за ресурс и вообще что этот за такой курс как тестирование и пиай у ольги назиной то милости прошу к видео ссылка на него сейчас появится вверху и в принципе для нашего занятия сегодняшнего мы пытаемся использовать именно его потому что здесь используется как раз таки и чуть теперь протокол и данные обучающий ресурс нам подходит то есть пока у нас здесь ничего не появилось так как у меня уже была открыта эта вкладка ранее но если мы обновим и перейдем опять в нашу хистерии внутри постмана то как мы с вами видим здесь отображаются наши запросы когда мы их открываем опять же мы можем видоизменять их либо же сохранять каким-то изменением для того чтобы в дальнейшем использовать уже предустановленные данные внутри этого запроса для наших тестов то есть здесь уже будут прописаны наши хэдеры к примеру здесь они показательны к сожалению наш запрос это просто обращение к главной странице но если мы к примеру давайте зарегистрируемся для начала на данном ресурсе а как это делается у нас есть метод о котором мы с вами говорили это до регистр то есть опять же на самом этом сайте есть ссылка на полную документацию по и 5 мы на нее нажимаем и переходим в конфликс так как сейчас у нас включен прокси именно на постман и обрабатываются только еще теперь наши запросе ки то для того чтобы обрабатывались эти теперь с нам необходимо временно его отключить для этого мы опять переходим в нашу вкладку мы его отключили и теперь если мы обновим наш конфликс то все пройдет хорошо и наша страничка обновиться опять включим наш прокси сервер и наш метод до регистр что нам нужно сделать вспоминаем мы копируем наш базовый url send point а не забываем что это метод пост здесь уже я выбрал его так до регистр переходим в body выбираем ровом это уже всем должно быть знакомо если нет то начинайте смотреть курс по постману самого начала выбираем json листаем до примеры вызова раз джейсон копируем наш вводе запросе к здесь придумываем какой-нибудь новый мэйл ведь такой имя артем кейлайф к примеру пароль оставим таким же отправляем наш запрос все проходит хорошо и наш пользователь зарегистрировался как мы с вами видим здесь также отображается информация в истории о том что мы отправили вот эти вот запросы пост для того чтобы зарегистрироваться и теперь давайте войдем в нашу систему с этими данными то есть просто переходим на users я тут уже предварительно создавал давайте заново зайдем под новым пользователем копируем наш mail так и наш пароль можно было в принципе не копировать он не такой сложный так и нажимаем авторизоваться все проходит хорошо мы за логинили систем смотрите теперь мы находим именно информацию с логином пост и здесь уже в теле нашего запроса хранится информация о логине в систему то есть наш логин непосредственно это наш mail и пароль и теперь мы можем примеру сохранить этот запрос создать новую коллекцию так мы создали новую коллекцию и его видоизменить так как нам необходимо то есть добавить какую-то информацию дополнительную сохранить его и использовать уже в тестовых целях и так мы можем проделывать всю эту работу для остальных запросов чтобы упростить наше создание тестовых кейсов то есть для любого метода мы можем это проделать сохранить и также если мы к примеру не имеем на руках какую-то тестовую документацию а у нас есть сайт где именно используется протокол http не https то мы можем также быстренько выловить все хэдеры к примеру которые нам нужны служебные чтобы ручками это не вводить также если мы отправляем какие-то данные то у нас в боди сохраняется также эти данные и опять же это упрощает и оптимизирует нашу работу по составлению наших тестовых кейсов давайте отключим наш теперь прокси чтобы он нам не мешал и мы могли спокойно работать с сайтами с https протоколом и еще хотел вам рассказать что также внутри документации постман есть еще информация о таком инструменте как интерсептер это по сути расширение для нашего хрома который используется непосредственно в связке с нашим постманом мы можем его установить добавить наш хром так и далее мы переходим наш постман опять выбираем эту вот кнопку вкладку интерсептер включаем его и нам необходимо установить этот мост который позволяет нам работать постману вместе с расширением которое у нас установлено в хроме и как мы с вами видим теперь у нас все подключено как в расширение которое у нас есть хроме так и непосредственно в постмане который у нас установлен на компьютере и чем хорошо это расширение что мы можем уже непосредственно без дополнительных подключений к нашему прокси к порту который нас интересует делать это уже самом браузере то есть к примеру если мы с вами сейчас выйдем с нашего юзерс а по кред очистим для чистоты эксперимента нашу историю внутри постмана попробуем снова залогиниться то теперь мы можем непосредственно опять же увидеть те же самые запросы которые были бы в случае того когда мы подключались к порту 5 тысяч пятьсот пятьдесят пять и делали это чисто в постман и опять же здесь мы можем сохранять наши запросы видоизменять их так как нам нужно для тестовых целей и большой разницы нет используем мы сам постман либо же используем дополнительный экстеншен дополнительное расширение кстати это расширение позволяет так же захватывать уже и и так как мы с вами видим все запросы по яндексу у нас отображаются так же здесь как и куки и давайте попробуем ввести какие-нибудь данные для логинов систему посмотрим что произойдет наши данные отправились как мы видим логин к примеру тут есть который мы ввели и какие-то дополнительные значения внутри нашего тела запроса поэтому также это можно использовать для того чтобы оптимизировать и упростить нашу работу с подготовкой тестов внутри постман пожалуй на этом я хотел бы закончить сегодняшний наш урок надеюсь что он был для вас полезным если да то не пожалеете пожалуйста лайка комментария и подписки если вы впервые на этом канале потому что дальше будет еще много полезного контента для начинающих тестировщиков и для людей которые уже работают в тестировании давно на этом у меня все милости прошу к нашему шалашу пока